Всем здравствуйте. Тема моего доклада – это роль геоэкономической политики Исламской Республики Иран в сирийском конфликте. При исследовании участия Исламской Республики Иран в сирийском конфликте основной акцент в основном ставится на военной составляющей политики ИРИ, поддержке проиранских формирований и различных жидских милиций, а также взаимодействию Министерства обороны Сирийской Арабской Республики с Министерством обороны Исламской Республики Иран и Корпусом Стражей Исламской Революции. При таком подходе игнорировается важная составляющая проводимой политики Исламской Республики Иран на сирийском дреке, а именно геоэкономические меры. Именно без данных мер нельзя достичь целой картины политики Ирана в Сирии и определить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы. В настоящее время термин «геоэкономика» стал очень популярным и фигурирует во многих политических работах, но почти всегда без конкретного уточнения. При проведении исследований основная проблема возникает в выявлении дефиниции термина «геоэкономика». Некоторые политологи склонны акцентировать внимание на военной мощи и геополитическом факторе для реализации экономических целей. Другие, как например Эдвард Лютвак, противопоставляют геоэкономику геополитике с ее акцентом на военной составляющей, ориентируясь на победу исключительно в экономических состязаниях. В данном исследовании автор опирается на определение геоэкономики как на использование экономических инструментов для реализации и отстаивания национальных интересов и достижения позитивных геополитических результатов. Данная дефиниция была предложена Робертом Блэквиллом и Дженнифер Харрис, и такой выбор обосновывается предложением об использовании экономических инструментов для достижения позитивных геополитических результатов. Соответственно, геоэкономика выступает как форма государственного управления, включая в себя использование экономических инструментов для реализации национальных интересов. Ключевой особенностью мировой политики является то, что геополитические амбиции государства не могут долго опережать собственные экономические возможности. Для великих держав экономические ограничения также являются существенными препятствиями для реализации внешнеполитических проектов. Соответственно, для поддержания своих мировых позиций государство вынуждено прибегать к геоэкономическим мирам. Одним из плюсов силы на Ближнем Востоке является Исламская Республика Иран, которую также можно отнести к великим исламским державам региона. Иран имеет свою сферу влияния в регионе и свой проект о сопротивлении. Немаловажным аспектом, тормозящим развитие страны, является многолетнее санкционное давление на ИРИ. Именно поэтому Тегеран вынужден искать способы продвижения своего влияния в регионе посредством применения геоэкономических инструментов прежде всего на страны ОСИ. Одной из стран ОСИ сопротивления является Сирийская Арабская Республика, когда-то бывшая одним из ключевых государств на Ближнем Востоке. Но с началом арабской весны в 2011 году и перерастанием протестных событий в полноценный сирийский кризис превратилась в категорию «fragile state». Война, длящаяся в разных фазах с 2011 года, миграционный кризис, характеризующийся как оттоком населения с территории государства, так и внутренними перемещенными лицами, разрушена инфраструктура, частично заблокированный доступ к сырьевым ресурсам внутри страны, а также внешнее санкционное давление – все это почти полностью разрушило сирийскую экономику. С одной стороны, участие в сирийском кризисе и последующее восстановление страны является тяжелым испытанием для иранской экономики. С другой, ослабленные государства намного легче сделать зависимым, в дальнейшем используя его в своих интересах, что также соответствует проводимой политике Исламской Республики Иран. Данное исследование сосредоточено на изучении и использовании экономических инструментов для достижения позитивных геополитических результатов со стороны Ирана на Сирию. Говоря о геоэкономических методах, важно отметить, что диапазон их технологий в период мирного времени отличается от таковых в период войны. Кроме этого, каждый из инструментов имеет свои рычаги и контроли и реализуется конкретными ведомствами Исламской Республики Ирана. Торговая политика как геоэкономический инструмент преимущественно реализуется со стороны Ирана при помощи позитивных стимулов. В довоенное время товарооборот между странами достиг пика в 2010 году и составил 545 миллионов долларов. С началом сирийского кризиса товарооборот сократился и достиг минимума в момент наивысшей эскалации войны на территории САР в период между 2013 и 2014 годами, достигнув 100 миллионов долларов. Хотя война и снизила двусторонний товарооборот, Исламская Республика Иран все также остается третьим по величине экспонтером товаров в Сирийскую Арабскую Республику, отставая только от Королевства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. По последним данным, которые были опубликованы таможенным управлением Ирана, в период с 2011 по 2018 года экспорт иранских товаров в Сирию составил 1,3 миллиарда долларов. Учитывая, что большинство сделок не были закрыты правительством в Дамаске, данный экспорт можно рассматривать через призму геоэкономических инструментов как вид непрямой помощи. При этом торговля как геоэкономический инструмент также принимает и более принудительные нормы. В период блокады нефтепромыслов частично со стороны ИГИЛ и частично польскими силами Иран поставлял Дамаску энергоресурсы в размере примерно 70 тысяч баррелей нефти в сутки. Чтобы сделать Дамаск более сговорчивым, Тегеран на время приостанавливал поставку энергоресурсов. Например, Иран использовал данную политику прекращения поставок из-за торможения выполнения договоренностей между официальным правительством Астада и КСИР по разработке территории с залежами фосфатов. Практика направлять экономическую помощь со стороны ИРИ является также распространенной. Ключевые направления прямой экономической помощи, такие как военная и гуманитарная, являются примерами геоэкономических инструментов. Говоря о гуманитарной поддержке официальных властей САР по сообщениям министра иностранных дел ИРИ Мухаммеда Зарифа, страна выделила порядка 2,8 миллиардов долларов только в виде медицинской помощи и поставок продовольствия. Что касается прямой военной помощи, то данный тип поддержки обошелся Исламской Республике Иран по некоторым данным уже в более чем 10 миллиардов долларов. Финансовая и денежно-кредитная политика является также одним из геоэкономических инструментов, способствующих включать страны в зону своего влияния. После обострения сирийского восстания в 2012 году Центральный банк ИРИ одобрил многомиллиардную кредитную помощь правительству Астады, которая позволила сократить дефицит бюджета и восстановить выплаты за оплату личному составу сирийско-арабской армии. Активация новых кредитных линий началась с 2013 года, когда режим стремительно начал терять территории. По заявлениям некоторых иранских СМИ именно с 2013 года ИРИ выдал несколько займов на сумму 4 миллиарда долларов для субсидирования сирийской экономики. Также нельзя обойти стороной банковскую сферу. О развитии данной отрасли свидетельствует встреча представителей Центробанка в двух стран в июне 2017 года. На заседании стороны пришли к договоренности о продвижении межбанковского сотрудничества и использовании национальных валют в расчетах между странами. Еще одним фактором, который демонстрирует продвижение финансовой политики, является договоренность между Ираном, Сирией и Ираком о создании транснационального банка. Это заявление прозвучало на иранской международной выставке «Iran Oil Show» в 2019 году. Совместная декларация трех стран подразумевает всестороннее взаимодействие государства в банковском секторе и проведение расчетов исключительно в национальных валютах. В довоенный период Тегеран редко проявлял интерес к сирийским инфраструктурным проектам, ограничиваясь в основном краткосрочной экономической политикой. Чаще всего экспортом товаров. Заинтересованность в сирийских проектах Иран начал проявлять в предвоенное время, в основном с 2009 года. В 2010 году правительства двух стран начали реализовывать проект реконструкции и модернизации ГЭС Тишрин рядом с Мэнбиджем и работы одной из крупнейших электростанций на западе Сирии, Джандар, в провинции Холмс. Работы продолжались и до захвата территорий. На сегодняшний день проект реконструкции ГЭС Тишрин все еще заморожен, так как территория не контролируется официальным правительством, а проект модернизации Джандар возобновлен после деплокации провинции Холмс. За последние несколько лет, когда стал прослеживаться процесс разрешения конфликта и значительная часть территории стала переходить под контроль правительства САР, между государствами на разных уровнях стали проводиться переговоры о дальнейшем устройстве государства. Одним из таких этапов является визит министра обороны Ирана Амера Хатами в 2018 году. В повестке визита обсуждался выход страны на послевоенный этап. Акцент ставился не только на военной, но и на экономической сфере. Во время визита было заявлено, что частный бизнес ИРИ готов также принять участие в финансировании сирийских проектов. Важнейшим этапом двухсторонних экономических отношений стал договор, подписанный в Тегеране в 2018 году о долгосрочном стратегическом сотрудничестве между Ираном и Сирией. В рамках договора, определяющего отношения между странами на ближайшие 20 лет, Исламская республика намерена участвовать во многих инфраструктурных проектах, затрагивающие различные отрасли САР. Данный документ полностью отвечает геоэкономической политике ИРИ, так как обеспечивает Тегерану вовлеченность в энергетические проекты, в поставке энергоресурсов, контроль над критической инфраструктурой Арабской республики, а также присутствие в крупнейших транспортных хабах Сирии. Говоря об энергетических проектах, Тегеран намерен поучаствовать в восстановлении ТЭЦ в Алеппо, строительстве электростанции на западном направлении страны, в Хомсе-Латаке, а также на восточном Доризоре и Абу-Кемале. Иран также наращивает присутствие в транспортных хабах. Тегеран обсуждает с Дамаском переход под Латаке и под контроль иранской управляющей компании. Данный шаг только усиливает возможность ИРИ получить выход к Средиземному морю. Контроль над транспортными коридорами является приоритетной задачей геоэкономической политики, которая также позволяет продвигать иранские проекты внутри оси сопротивления, например, мост Тегеран-Бейрут. Соответственно, без внимания не может остаться встреча главы сирийских железных дорог со своими коллегами из Ирака и Ирана в Тегеране в 2019 году. На встрече обсуждалось трехстороннее сотрудничество по строительству железнодорожной сети, проходящей от города Шалам-Чех в Иране через Ирак до порта в Латаке. Данный проект должен обеспечить железнодорожным сообщением Иран со стратегическим иракским городом Бастро, а также проложить дорогу до Средиземного моря. Этот железнодорожный коридор будет являться стратегическим логистическим маршрутом для Исламской Республики Иран. Также, рассматривая критическую инфраструктуру, важно упомянуть, что Иран выкупил сирийский мобильный оператор Siriatel и активно инвестирует в сирийскую телекоммуникационную сеть, особенно на границах с Израилем и Иорданией. Данный геоэкономический шаг может в будущем позволить контролировать большой поток информации в Сирийской Арабской Республике и заниматься разведывательной деятельностью в чувствительных районах страны. Подводя итог, следует отметить, что Исламская Республика Иран очень умело реализует геоэкономическую политику в Сирийской Арабской Республике, тем самым интегрируя ее все больше в свою зону влияния и завязывая важнейшие сирийские отрасли на иранских финансах. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Коллеги, пожалуйста. Так, я вижу вопрос от Игоря Александровича в чате. Я потом прокомментировать хотел бы тоже. Сначала вопрос или комментарий? Сначала, я думаю, наверное, я прокомментирую, а потом вопрос как раз будет у Дмитрия о возможности подумать, как ответить на мой вопрос, потому что он, наверное, не очень простой. Вот. Можно, да? Да, конечно, пожалуйста. Спасибо, Григорий. Ну, начать я хочу с чего? Ну, поблагодарить, естественно, Дмитрия за обстоятельный очень доклад, в котором содержалось много фактологической информации. Правда, единственное, что тут вопрос такой по поводу Сириотелли. Откуда вы, Дмитрий, взяли такую однозначную информацию, что выкупили иранцы, потому что вообще-то муссировался другой проект, создание третьего сотового оператора с помощью иранцев. В общем, он подвис там по целому ряду причин. Вот. Это первый момент с точки зрения фактологии. Потом, значит, вы источники перечисляли. Я хотел бы тоже вам добавить. Вот была такая работа Табризи и Пантуччи. Называлась она «Understanding Iran's Role in the Syrian Conflict». Вышла она в Лондоне в августе 2016 года в Руси. В чем ее значимость? Там дается, в общем-то, попытка проанализировать основные модальности, значит, увязки экономической стратегии Ирана в Сирии в общем контексте усилий, предпринимаемых иранцами, в общем-то, включая политические, военно-политические, в общем-то, по всему комплексу, что, в общем-то, имеет немалое значение для общего понимания ситуации. Вот. И кроме того, значит, там еще также была Хатахи, это сына на работа «Russian Iran in Syria», вот, которая, в общем-то, тоже, на мой взгляд, представляет интерес, потому что там тоже анализируются различия в подходах Ирана и России с точки зрения, значит, экономических шагов и мер в Сирии. Ну и кроме того, как бы, я хочу вас к своим работам адресовать, вот про одну Григорий уже тоже говорил, «The Economic Impact of Syria Crisis Lessons and Prospects», значит, она вышла в Бейруте в 2018 году в издательстве Arab Scientific Publishers. И вот совсем недавняя свежая книга, которая называется «Сирия в конфликте», которая вышла как раз в Институте Востоковедения, вот, там тоже есть разделы, которые касаются непосредственно, значит, Ирана и экономических действий Ирана в Сирии. Ну, а свой вопрос я озвучу, который я написал в чате, значит, как бы вы, Дмитрий, охарактеризовали отношения России и Ирана в Сирии в экономической плоскости, как разделение ролей, соперничество или то и другое? Спасибо. Да, спасибо за вопрос, Игорь Александрович. Можно маленькую ремарку ответить про Сирия Тел? Сначала откуда я взял информацию? Про третьего мобильного оператора я также наслышан. Про Сирия Тел, что интересно, это же был бизнес Махлуфа изначально, но большую часть его выкупили как раз дочерние компании Ксира. Ксира из них, причем в разном процентном соотношении, я это находил в иранских ресурсах, из них, по-моему, 40% там фонд мучеников, фонд как-то так называется, и еще разбито на две дочки Ксира также. То есть это распределено, по-моему, 80% компаний, уже Сирия Тел, между как раз дочерними дочками Ксира, вот по поводу данного аспекта. Но я это находил информацию в иранских источниках. Действительно, буквально две секунды. Просто к этому надо быть очень аккуратными, потому что даже данные по объему торговли, я уж не говорю о таком частном вопросе, они очень сильно отличаются из сирийских и иранских источников. И надо понимать, что идет информационная война, и очень часто идет информация, которая, в общем-то, может быть имеет под собой какие-то основания, но, в общем-то, там не все так далеко просто. И связано это целым рядом, в том числе и внутриполитических факторов, и вообще с точки зрения процедуры тоже. Потому что, если вы посмотрите сообщение информационного ресурса Serial Journal, вы там найдете, там достаточно подробно освещаются все эти перипетии, и, в общем-то, как это все осуществлялось, там, сириотель история. То есть, я вас просто призываю, как бы, да, это все внимательно, если ваш этот вопрос интересует, просто проанализировать и посмотреть. Ясно, спасибо. Касаясь следующего вашего вопроса, именно отношения России и Ирана в экономической плоскости и разделения ролей соперничества и то и другое. Я не могу себя назвать экспертом в отношениях между Россией и Ираном именно в экономической плоскости. Ну, что вот могу сказать. Я наслышан про соперничество России и Ирана на западном направлении, в районах как раз Латакии и в районах Тартуса, и как раз в портовой инфраструктуре в данных провинциях. Также наслышан о соперничестве между Россией и Ираном в реализации проектов, связанных с фосфатами в центре Сирии. Именно соперничество как раз Москвы и Тегерана. И лоббизм как раз со стороны Москвы был в отношении, кто займет роль как раз компании в разработке данного проекта. Можно отметить, например, совместную работу России и Ирана в гуманитарной сфере как раз с помощью с коронавирусом, в поставках медоборудования, в поставках медицинских товаров как раз с весны этого года. Потому что из основных отмеченных это Россия, ООЭ и Китай. Но Иран также указывал, что Иран взаимодействует активно именно на восточном направлении, в Дерезоре, в Абакемале, в Майдине и так далее. Вы знаете, Дмитрий, а я вот как раз, наверное, хотел бы с вами тут пополемизировать буквально пару минут. Вот по моим данным, все наоборот, с точностью наоборот. Значит, как раз на западном направлении, там как раз идет разделение ролей. Да, безусловно, была попытка иранцев использовать как бы близость российской военной инфраструктуры для решения своих задач, не имеющих ничего общего с экономикой вообще. Но это как бы не секрет. Это все выражалось к стремлению, так сказать, войти в Тартус, разместить свои объекты логистические некие на побережье. Но в результате-то, грубо говоря, разделили роли, да, то есть Россия – это Тартус договор, да, а иранцы – часть Латакии. То есть, в принципе, здесь, с точки зрения экономики, как раз никакого соперничества не получилось. То есть, просто договорились люди и все. Как бы, да, вот это такой момент, как бы, да, ну, который, наоборот, был, ну, и синтерпретирован, да, сторонними наблюдателями даже, как возможность, так сказать, договариваться. Та же самая история получилась и на фосфатных месторождениях. Вот, как бы, да, здесь это центральная Сирия, вот. Но с точки зрения вот как раз Востока, да, то вот проблема Абу-Кемаля и вообще стремление иранцев монополизировать очень жестко ситуацию там в рамках своих планов не только всей сопротивления, но и шиитского полумесяца, который как раз отстаивал идеи покойный генерал Сулейманин. Но, как бы, иранцы всегда очень жестко в отношениях с союзниками, с сирийцами, с россиянами говорили о том, что они принесли огромные жертвы при освобождении человеческие, что, в общем-то, ну, отчасти было правдой, потому что, ну, по большей части, потому что про иранские милиции принесли очень большие потери, как бы, да, но иранцы сами тоже. В то время, как та же Россия, на что обращает иранцы, она ограничивалась, по-самному, так сказать, точечными операциями, ударами своих МКС, что, в общем, конечно, ну, не так трагично, да, для, так сказать, вообще. Но вот именно вот эта проблема, да, я почему вам задал этот вопрос, да, значит, является ли это соперничество, разделение властей, разделение ролей или то или другое, потому что вот как раз, наверное, это является и тема другим, вот, потому что действительно интересы не совпадают, но в то же время есть и совпадающие интересы и есть, как бы, понимание о том, что военно-политическое присутствие обеих стран в Сирии – это реальность, да, то есть вот это вот такой момент, да, умение договариваться и в то же время стремление жестко отстаивать, свои эгоистические, эгоистические интересы. Спасибо. Спасибо, Игорь Александрович, большое за столь детальный и насыщенный фактурой комментарий и дискуссию, которая здесь раскрылась. Мне кажется, это вот ровно то, ради чего наша конференция и должна работать, для того, чтобы адресно доклады обсуждать именно с позиции знания фактуры. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.